В промышленной сфере Тверской области реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. Они принесут не только налоговые поступления в бюджет региона, но и позволят создать новые рабочие места. С их реализацией ознакомился губернатор Игорь Руденев. В поездке побывал и наш корреспондент Наталья Чекет. В Калининском районе на территории промышленной зоны Центр производственных технологий создается производство по выпуску полиэтиленовых труб и изделий из пластика. Проект выполняется в несколько этапов. На первую очередь идут пусконаладочные работы. И первую продукцию вы можете увидеть вот здесь на стенде. Это продукция полиэтилена низкого давления, это трубы разных диаметров, разного назначения. Это колодцы, это система канализации. Это все, что в комплексе закроет вопросы коммуникации. Данный проект предполагает завершение в 2024-2025 году. Предполагается строительство третьей очереди, завершение благоустройства и запуск всего комплекса. На полную мощность завод выйдет в 2025-2026 году. Один из резидентов инновационного промышленного парка Боровлёва-3 компания Герстехнологи. Здесь производят уникальное геофизическое оборудование. Здесь представлена часть наземной аппаратуры, которая расставляется на боровой стороне. Оператор нашли в Минерсе, который смотрел, что он смотрит за сигналом. Мы же с ними будем дойти раз. Вот мы и модули более маленького диаметра. Инвестиционный проект компании включает в себя строительство передового центра разработки и производство геофизического оборудования для нефтяной и газовой отрасли. Объем инвестиций составил 1 миллиард рублей. Проект увеличит вклад Верхней Волжи в импортозамещение высокотехнологичной продукции. Ранее такое оборудование не выпускалось в стране. Это тоненькая вольфрамовая проволочка. На нее подается электрический тон, и она вырезает всякие разные формы изнутом. Игорь Руденя посетил производственные площадки предприятий в торгово-промышленной зоне Боровлёва-2. Компания ТЭК-КОМ реализует несколько инвестиционных проектов. В частности, внедряется технология изготовления конических подшипников кассетного типа с телами качения повышенного ресурса. Выход на серийное производство планируется в апреле этого года. Кофеобжарочное производство в Тверской области развивает компания Милфудс. На предприятии запустили линию по изготовлению кофе в капсулах. Если говорить про наши капсулы, то есть, несмотря на то, что у нас большая экспертиза в кофе, на самом деле, производство в капсулах — это совершенно новая продукция. В этот же день губернатор Игорь Руденя на площадке промтехнопарка КСК провел встречу с лидерами промышленной отрасли Тверской области. В начале разговора глава региона отметил, промышленные компании Верхневолжья работают на благо экономики региона и страны, поддерживают бойцов на передовой, жителей новых регионов России. Кроме того, предприятие выпускает необходимую на СВО продукцию. Хотел пользоваться очень отдельно, благодарить практически все предприятия, без исключения, кто помогает нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Знаю, что практически все предприятия сами, инициативно, сотрудники, собирают грузы, собирают оборудование, отправляют в зону проведения специальной военной операции. Губернатор подчеркнул, область готова системно работать с предприятиями и совершенствовать меры поддержки промышленности, в том числе по направлению повышения производительности труда за счет автоматизации, информатизации и цифровизации производств. На встрече прозвучали предложения и вопросы от промышленников. В частности, губернатор подтвердил планы по созданию в Лихославле промтехнопарка на базе завода «Светотехника». Также рассмотрели темы развития стратегически важных производств, таких как авиационный ремонтный завод в Оржеве, подведение газа к предприятиям, участие производителей Верхней Волжья в масштабном инфраструктурном проекте по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали. Губернатор также обратился к участникам встречи. Сегодня всем трудовым коллективам вместе с семьями важно прийти на выборы президента Российской Федерации.